Ситуация нечастая, однако может произойти с каждым невнимательным водителем. Оставили вы свою машину под знаком стоянку запрещающим, приходите, а ее уже нет. Скорее всего, машину эвакуировали. Тогда действовать нужно быстро. Каждая минута простоя, стоит денег. Во-первых, нужно убедиться, что машину действительно эвакуировали. Для этого нужно позвонить дежурную часть госавтоинспекции. Если эвакуацию подтверждают, то алгоритм уже выверен. Владелец транспортного средства должен прибыть либо на улицу Солнечный дом 1, либо на улицу Лесную, где будет выписан протокол за нарушение требований правил дорожного движения. После чего вместе с этим протоколом и документом, разрешающим отдать транспортное средство со штрафной стоянки, водитель отправится уже на штрафстоянку, где сможет забрать свое транспортное средство. Заплатить придется сразу два штрафа. За свое правонарушение и за эвакуацию. Притом, есть даже своеобразная скидочная система. В первые 20 дней оплатить штраф за полцены. Например, машина припаркована на месте для инвалидов. Штраф 5 тысяч рублей. В первые дни придется заплатить 2,5. На эвакуатор и простой на штрафстоянке таких скидок не предусмотрено. Зато авто можно вовремя спасти. В том случае, если водитель подошел к своему транспортному средству, как его еще поднял эвакуатор, да, водитель может на месте устранить правонарушение. Соответственно, административную ответственность он все равно будет нести именно за то нарушение, состав которого предусмотрен. Но за эвакуатор уже платить он не будет. Когда эвакуатор уже поднял машину, то останавливать его нельзя. За это можно получить. Максимум административный арест на 15 суток. Поэтому лучше работе техники не препятствовать. А еще лучше посмотреть на знаки, когда паркуете свое авто. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.